Всем привет! Вы на канале Жизньский. Это Бла-бла-фьюзинка. Ну, добро пожаловать на мой сегодняшний обед. Это один приём пищи. Это то, что всё я сейчас пьем за один раз. То есть... И сегодня у меня... Вот я сейчас смотрю через камеру. Скорее, это не обед, а закуска. Закуска, наверное, к той водке, которую я выпила сегодня ночью. Ну, конечно же, я шучу. Я имею в виду, что мне сегодня приснилось, что я бью водку. Вот я это не делала уже не знаю, сколько лет. Но при этом совершенно, конечно, по этому поводу не страдаю. И это не связано, кстати говоря, с каким-то питанием. Хотя в последнее время, именно пару месяцев, начиная, наверное, с моего дня рождения. То есть три месяца, четыре месяца уже. У меня какой-то алкоголь так или иначе присутствовал. Но в размерах, в объёме где-то, наверное, грамм двадцати, может быть, за раз. Там что-то шампанское, может быть, грамм было пятьдесят на Новый год. Или там вот какое-то вино. В общем, короче, как бы пары столовых ложек вот в таком объёме. Хотя, на самом деле, и во сне там тоже было немного. При этом самое примечательное, что я пила эту водку, значит, во сне. И при этом думала о том, что водку вроде бы как крепкий алкоголь, же на самом деле китозником можно. Главное, что я хлеб не ем. И я ещё во сне, это полностью, значит, вот эту настройку свою, как бы проверила, что нет, хлеб я не ем. И не хочу, значит, даже во сне. Я считаю, вообще, на самом деле, это важным, вот такая подобная настройка. И сон является, как бы, проверкой такой, наверное, настройки подсознания. Я об этом уже говорила, так или иначе, на своём канале. И даже, по-моему, видео это посвящала. Ну и вот, собственно, сегодняшний обед, это фактически не обед, а закуска. Вот была бы сейчас здесь ещё водочка, и вообще было бы самое то. Но я, конечно же, об этом всём так вот шучу. В принципе, нежеланий, необходимости в этом нет. Ну а что, собственно, получилось сегодня? У меня, как бы, такой бескапустный салат. Потому что у меня капусты нету, во-первых, а просто потому, что вот так вот получилось. Но всё в рамках, абсолютно в рамках КБЖУ. То есть, соотношение и пропорции с лайтовой, лайтового кета, всё соответствует. Ну и что получилось? Огурцы у меня немалосольные, маринованные огурцы. Естественно, я делаю их сама. И, конечно же, при этом я не добавляю сахар туда вообще. Поэтому, так как я вообще огурцы не считаю с первого дня, никогда не считала, то есть, в калорийность даже не заношу их никогда. То эти, соответственно, малосольные, это маринованные огурцы я тоже не заносила. Это, так сказать, сегодняшний бонус, бонусная запуска, в общем. И ещё салатик сегодня свекла. Свекла с чесноком и майонезом. Здесь 135 грамм в целом готового, значит, салата. Посчитала всё как рецепт, соответственно, там, ну, то есть, все ингредиенты посчитаны в плане того, что они посчитаны в целом, как салат, значит, с чесноком и майонезом. Что ещё хочу сказать? Ну, конечно же, обязательно следует упомянуть, что, так как у меня лайтовая кета, в плане того, что у меня расширенное количество углеводов, то 100-150 даже где-то грамм такого продукта, как свекла и даже варёная, вполне себе вписывается в мою КБЖУ. Поэтому вот, счастливо это ем, если вас волнует вопрос, можно ли свеклу на кето, допустим, конкретно, то я считаю, что это всё можно в рамках вашего собственного КБЖУ, то есть калорийности и вашей кето-пропорции, которая не обязательно может быть лайтовая. Ну, основное блюдо сегодня куриные желудочки с овощами. Делала в мультиварке, просто всё сложила, там у меня сладкий перец и зелёная фасоль, поэтому, кстати, здесь всего лишь 100 грамм свеклы, можно было бы и больше. Вот, и, соответственно, я сегодня это приготовила ещё с соевым соусом, попробовала очень вкусно, особенно вот эта вот жишка там. Варёные желудочки, что-то, кстати, давно не готовила. В мультиварочке они такие прям мягчайшие, примягчайшие, с овощами, всё замечательно. Подобную штуку можно и майонетиком заправить при желании, и по-другому как-то с этим делом поиграть, и сыром ещё там, так сказать, заполировать. Но у меня это всё не вошло, потому что мне на самом деле хотелось вот такой десерт. Я сначала, кстати, написала что-то другое, сыр, по-моему, просто. Вот, но передумала и решила, что арахис, мой любимый арахис со сливочным маслом в прикуску, я этом ем ложкой, если что, будет гораздо приятней. Вот сегодня такой обед у меня получился. Кето рулит, магия вечна. Это отсылка к моему второму инвести магическому каналу, который называется «Жизнь не мага, реальная история». И всем привет! Пока-пока!